Единая Россия – единственная партия, которая тайным голосованием определяет своих кандидатов перед основными выборами. Любой житель своим голосом может поддержать одного или нескольких кандидатов перед завершающим этапом голосования. Список щелковских партийцев получился внушительным – 96 человек. В одном из бюллетеней насчитывалось 26 фамилий. Люди делали свой выбор осознанно. Я понимаю, что дальше уже будет меньшее количество тех, кто будет принимать участие в этих выборах в бюллетенях. Уже останутся самые достойные. Для того, чтобы улучшить социальную обстановку, политическую обстановку в районе, вернее, уже в городском округе Щелково. Легко было определиться? Определились заранее. Гражданский док надо выполнять. Голосование на всех 13 участках началось в 8 утра и длилось 12 часов. За это время во многих счётных участковых комиссиях, включая самые удалённые – во Френа-Веймонине, в день голосования побывала исполняющая обязанности главы городского округа Щелково. На каждом участке работала своя счётная комиссия. Дежурили наблюдатели. На информационных стендах можно было ознакомиться с биографиями кандидатов. Прозрачные урны для голосования отпечатаны. В отдельном журнале велась регистрация выданных бюллетеней. Мы находимся на избирательном округе, который расположился в Щелковском районном культурном комплексе. Здесь жителям Щелково, любому, кто имеет паспорт и возраст старше 18 лет, может прийти сюда, взять два бюллетеня и отметить любое количество кандидатов. Тем самым помочь «Единая Россия» определиться в лидерах будущего голосования. Те, кто сегодня подал заявление на предварительное голосование, это люди, которые себя чувствуют уверенно. Они заработали авторитет. Много уже и молодёжи, которые, что называется, пробуют свои силы в этом процессе предвыборном. Это полноценные выборы. Люди идут. 21 претендент включён «Единая Россия» в списки по «Звёздному городку». Здесь будут выбирать свой совет депутатов. В Доме космонавтов с супругой проголосовал заместитель главы администрации округа Юрий Родионов. Предварительное голосование – лишь генеральные репетиции перед основными выборами, дату проведения которых избирком пока не определил. Но в партии говорят, результат голосований на тех и других будет во многом сопоставим. На 17 часов я объехал уже 10 участков, осталось ещё 3. Хочу отметить, что на многих участках очень большая явка была в утренние часы с 8 до 10. Тем не менее, обстановка очень спокойная была, стабильная, без каких-либо эксцессов и напряжения. Хочу отметить довольно высокую подготовку сотрудников комиссии. Вижу, что заряд энергии есть, заряд положительный. Пока известны данные о количестве проголосовавших в городском округе Щёлково – более 9600 человек. 30 мая состоится заседание Президиума Генсовета партии, где будут подведены итоги предварительного голосования. В июне-июле пройдёт конференция регионального отделения «Единой России», на которой утвердят список кандидатов от партии на выборах в Совет депутатов городского округа Щёлково. Новый совет будет состоять из 25 депутатов. 15 выберут по трём многомандатным округам, по 5 мандатов на каждый округ, 10 депутатов по «Единому избирательному округу». Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».